здравствуйте дорогие мои зрители и подписчики вчера мы были с мужем в лесу набрали мха я хочу вам рассказать как я ухаживаю за своими орхидеями чтобы они смогли легко перенести эту жару и им хватало и влаги и и влажности воздуха своими орхидеями я поступаю таким образом беру емкость накладываю свежий мох влажный и орхидейки помещаю мох плотненько друг возле друга чтобы они не падали и выношу я их на улицу мои орхидеи другие уже живут на улице я вам сниму покажу дополнительный ролик как они себя там чувствуют вот так мои орхидеи будут летом расти в таких условиях только их вынесу на улицу поливать я их буду не сверху сюда не буду поливать это расцвела моя желтенькая орхидейка лимонная и еще дала детку одновременно поливать я буду сюда мог мочить и они корешками будут пить водичку снизу замачивать я не буду они выпьют сколько им нужно вот но сегодня я буду рассказывать не об этом об этом я уже много рассказывала о том как мои орхидеи живут на улице сегодня мы поговорим с вами аренимашка я вам обещала видео про вот эту орхидеечку с ней как я буду наращивать корни у погибающей орхидеи у которой пропала вся корневая система таким я пользуюсь методом сейчас я вам все расскажу и покажу другие реанимашки которые уже нарастили корни вот у меня на столе лежит мой любимый препарат hb101 я ним пользуюсь в любых случаях пользуюсь я ним очень просто беру в баночку литровую воды с вечера я набралась фильтра она постояла теперь беру достаю препарат и капаю одну капельку на литр воды все удобрение готово стимулятор роста все в одном это очень хороший японский препарат концентрированный питательный состав для культивации растений выработаны из японского кедра кипариса сосны подорожника и совершенно безопасен для пчел в общем он мне очень нравится он подходит для моих растений в любом случае так раствор мы сделали покажу вам свои реанимашки вот первая реанимашка которая у меня была она нарастила вот такое количество корней теперь видно какие корни можно обрезать какие оставить ей для силы этот ненужный корешочек этот пенек уже можно срезать она была без точки роста но жить она хочет молодые корешочки пустила эту надо снять это со старого корешочка пустила вот молодой корень этот раствор что был он мутный уже я его вылью давно налью ей стимулятора роста и она об этом растворе у меня стоит постоянно и видите какие результаты результаты сейчас я ее чуть-чуть обработаю пенек удалим абсолютно сухое уже у нее есть корешочки покрепче покрепче поэтому я могу спокойно удалять все не нужно она пустит себе дополнительно вот этот здесь перегнулся поэтому его тоже удалю корневую шейку я не мочу наверное все удалять больше нечего все оставим ее в покое а вот эти еще маленькие я не люблю вот эти торчащие корешочки говорят что они хорошо себя от них питается но я считаю что она не питается я вам покажу на примере другой реанимашки и вы увидите что это ненужные корешочки это может еще удалить да пусть побыть при следующем осмотре я наверно удалю еще вот эти старые если нарастет больше молодых ну все ставим ее в раствор на место больше я с ней ничего делать не буду она в стимуляторе роста в этом очень хорошо наращивает корешочки стоит она шейкой к воде не касается а корешочки у нее в воде молодые они зеленые и она таким образом наращивает себе свои корни но ей очень сложно из-за того что нет точка роста загнила точка роста и ей сложно наращивать корешочки следующая орхидейка вот эта орхидейка я перед тем как снимать видео замочила ее прям шейкой потому что я хочу обрезать лишнее пришло время обрезать эту черную она уже пустила вон молодой листик она была полностью без корней вот этот дряхлый пенечек вот пускает не знаю что или цветочек цветонос или корешок потому что кверху если корешок вниз растет а здесь кверху как мне туда подвесить а вот так безжалостно удалю этот пенек даже о нем не пожалею видите какая резкая ничего не оставляю лишним она ничего себя чувствует хорошо листики твердые листик центра растет корни зелененькие и сейчас я тоже поменяю водичку водички налью немножко сейчас померю ой это много вот так так как я обрезала пенек этот и там немножко ранка небольшая ни в коем случае чтобы не попадала туда водичка только концы корней корней следующая моя орхидейка тоже хочу обрезать ей старый пенек я замочила было немножко воды а я замочила аж по шейку хочу ее немножко или не буду сейчас посмотрим так что с ней здесь это я хотела удалить но смотрю она на концах вот пустила молодежь нового листика нет это почистить надо из-за того что вот это не чистится не пробиваются почечки отсюда они прикрывают прикорневой стволик и почечки не пробиваются наверное а эти аж прирослись корешочки что ж тебе здесь срезать моя дорогая наверное так оставлю пускай растет корни на концах зеленые мощные все хотят расти подожду пока будет молодой листочек и решу что с ней делать воду я не меняла вот вам покажу даже на дне стаканчика позеленела сейчас я промою я промыла стаканчик сейчас стимулятора померяем орхидейку чтобы только кончиками она шейкой не макалась о шикарно и отправим ее в общие детские так у меня у меня вот такое кашпо такое широкое я сюда ставлю орхидейки чтобы они не занимали много места в стаканчиках так по кругу вдруг возле друга это мой детский сад и вот так мой детский сад наращивает корни в сторонку теперь основная сад я обещала ее показать я купила реанимашечку очень очень красивая видите какой цветочек замечательный на вид была крепенькая отдала за нее как за полноценное растение денег но принесла домой посмотрите что с ней случилось корни все отмерли вот этот веламен весь сполз вот эти вот корешочки все корешочки сухие и они не питают пока я не намочу вот это место у нее листья становятся вялые вялые сейчас я ее буду спасать для начала я ее подержала в стимуляторе роста недельку и она вот пустила почечки корневые вот и вот это уже хороший результат но листики стали вялые сморщенные сейчас я ее буду спасать другим способом для начала я обрежу все вот эти вот корни они не нужны показал мой метод что они не могут питать орхидей я ее недельку держала и корнями она касалась воды со стимулятором ей было плохо пока не намочила вот эту шейку она немножко отходила значит корни эти не нужны поверьте мне я уже орхидеями занимаюсь больше десяти лет я уже выучила их очень хорошо и знаю что им надо что им не надо и у меня все получается сейчас будем ее спасать вот этот цветонос я срежу прямо при основании некоторые не советуют это делать так как сюда попадает инфекция но другого выхода у нас нет у нас либо пропадает орхидейка либо попадает инфекция вот этот цветонос я срежу тоже и буду его укоренять покажу как тоже при основании цветонос цветонос в сторонку не выбрасывать ни в коем случае здесь смотрим желательно почистить это все вот это все очистить и я для нее придумала еще один способ новейший вот этот листик я уберу убираю я листики вот так разрываю пополам и аккуратненько с этой стороны и с этой стороны и вот эту зеленую массу всю надо зачистить здесь пустила новую почку я не хочу сильно зачищать я при следующей следующем осмотре зачищу дальше пусть она постоит немножко я боюсь сломать вот эту почечку живую чтоб не повредить вот живая почечка и вот теперь она в этом месте будет у меня пускать я так говорю потому что я уверена в этом что она пустит в этом месте почку а вместо среза я беру перекись водорода и слегка вот так обшикиваю и ничего с ней не случается не волнуйтесь посмотрите как она будет себя чувствовать теперь беру стаканчик чистый тот я помыла которым она стояла сейчас будем новым методом выращивать мою орхидею наливаю стимулятора роста не видно вот столько воды мох влажный себе влажный обмотаю вот свою красавицу не сильно вокруг да наверное меньше воды вот столько воды на кончике мох влажный он себе потянет сколько ему нужно все а вот видите как я ее упаковала красиво шейка вон наверху не мокрая мох к водичке достает и посмотрим как она будет наращивать корни следующее видео я вам сниму и покажу как она себя чувствует эта орхидейка кому интересно смотрите мое видео в следующем видео буду рассказывать про эту орхидейку которая наращивает корни во мху вот хочу вам показать орхидейка леодора тоже я ее купила вместе с той вот этой орхидейка которой корней не было но она какая-то вся черная болезненная но хочет жить вот пускать молодые корешочки на кончиках и в серединке и вот здесь вот тоже что-то у нее сильно много черноты в следующем видео я вам расскажу как я буду реанимировать эту орхидейку леодора она очень красиво цветет у нее светло-зеленые салатовые листики нежные и она мультифлора она как начинает цвести цветет вся красота такая неописуемая до свидания ждите новых видео подписывайтесь на мой канал это еще одни мои цветы которые живут во мху цветут на балконе сейчас вам покажу как живут мои цветы на улице вот под навесом у меня здесь виноградник здесь живут мои орхидеи и прекрасно себя чувствует вот там у них мох они наращивают корешочки все у них хорошо но это про это все следующее видео вот орхидейка на улице моя красавица они уже долго у меня на улице сортовая орхидейка спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания с Продолжение следует...